Башкирский и казахский язык Башкирский и казахский язык В современной науке синтаксический строй башкирского и казахского языков в классическом плане достаточно изучены. Имеются специальные монографии, пособия, учебники, посвященные исследованию синтаксиса простого и сложного предложения, обособленных членов предложения, словосочетаний и т.д. Существенный вклад в исследование синтаксиса башкирского языка внесли Азнабаев, Ахмеров, Галиев, Сайт-Баталов, Тикеев и другие. В казахском языке наиболее значительные работы по синтаксису принадлежат таким ученым, как Аманжолов, Байтурсынов, Балакаев, Есенов, Жиенбаев, Жубанов, Кордабаев, Садирова, Сауранбаев. Синтаксический строй башкирского и казахского языков очень схожи. Главная грамматическая особенность предаточного предложения сказуемого характеризуется тем, что в большинстве случаев они используются со словами-обращениями и прикрепляются к главному предложению с помощью интонации. Они определяют местоимение ШУ, ШУНГ, которые выступают в роли сказуемого и в главном предложении или выполняют особенную роль в главном предложении. Предаточное предложение, относящееся к сказуемому главному предложению, выраженному местоимением ШУ, ШУНДА и модальными словами ШУНДА и ШУЛАЙ являются предаточными сказуемыми, отвечают на вопросы «что делает?», «что делать?». Предаточное предложение сказуемое используется как и в начале, так и в конце сложно-подчиненных предложений. Если предаточное предложение стоит после главного, то между ними ставятся два иточие, если перед главным – тире. В казахском языке предаточное предложение сказуемое встречается в учебной программе, составленной в 1936 году под руководством профессора Жубанова. Профессор Жубанов приводит пример в предложении «КИМДА АЙЦА СОЛ КЕЛЕДЫ» «Кого вспомнят, тот придет». Указательное местоимение СОЛ является подлежащим, а в предложении «ШИНДА СОЛ ОЛ ШАРШАДЫ» «Правда в том, что он устал» – сказуемым. Поэтому первое предложение называется «БАСТАУШБАГНАНКА» – «Предаточные подлежащие», второе – «БАЯНДАУШБАГНАНКА» – «Предаточные сказуемые». Однако с истечением времени предложения сказуемые теряют место в казахском языкознании. Несмотря на это, мы определили несколько форм предаточного предложения сказуемого по схожей структуре и семантике. Первое. «Предаточные» предложения поясняет местоимение ШУЛ – «СОЛ, который выступает в роли сказуемого в главном предложении. На казахском это звучит «БАЯНДА СОЛ» – «ТРЭЭКШИ» – «УЕТНЕМЕН ПО ТРЭЭК». «Предаточные предложения поясняют модальное слово ШУНДА – «СОНДА», «Который выступает в роли сказуемого в главном предложении». Придатышный предложение поясняет модельное слово «шундай» – сондай, который выступает в роли сказуемого главного предложения. Например, «тарбиян ниндай» – «холкон шундай». На казахском «тарбиян қандай» – «мнезын сондай». Таким образом, в результате детального изучения структурно-семантических особенностей сложноподчиненных предложений башкирского и казахского языков пришли к выводу, что синтаксис сложного предложения обоих языков изучен достаточно полно. Однако, нужно ввести в научный оборот предаточное предложение, сказуемое в казахском языке, которое имеется в башкирском языке. В заключении подчеркнем, что сопоставительный анализ на структурном, семантическим и функциональным уровнях обеспечит всестороннее раскрытие специфики изучаемых языков.